всем привет друзья с вами реалайз в этом виде ролике мы разберем как и где получить синие предметы особенно если вы новичок самые доступные способы потому что синие вещи очень актуальны на сегодняшний день так как сильно бустит вашу боевую мощность и так начнем с самого банального способа вы новичок и где же поскорее получить свой первый синий предмет для этого вам необходимо дождаться когда у вас откроются обычные рейды и после этого вы очень легко поднимаете себе боевую мощность до 11 тысяч собираете party из 5 человек проходите первый раз рейд вы гарантированно получаете синюю шмотку при первом прохождении и точно такая же ситуация с рейд боссами здесь правда вам понадобится побольше мощности и party будет уже не из 5 человека из 15 но при первом прохождении вы опять гарантированно получаете синий предмет и прямо здесь я хотел бы сделать замечание потому что очень многие игроки ошибочно предполагают что если в дропе указан топор и они будут ходить на первого босса то им может выпасть топор нет ребят не обращайте внимание на эти картинки неважно какой синий предмет указан вам может выпасть абсолютно любой синий предмет с босса следующий халявный способ получения предмета это миссии и поручения но конечно же они вам будут доступны не сразу эти миссии примерно я делал на сороковом уровне и там иногда получал синие предметы для примера давайте зайдем в элитные миссии которые у меня еще закрыты потому что с предыдущих я уже все синие предметы забрал мы видим квест пещерный падальщик за который гарантированно дают синюю юбку сразу есть такое замечание когда вы получаете гарантированный предмет синий с босса то этот предмет идет на защиту когда вы предметы получаете по квестам и миссиям они идут на атаку это дает возможность выбора что вы будете носить но проблема в том что вместе скрестить вы их не можете потому что эти предметы разные и соединяя их вы не получите себе предмет второго грейда потому что соединить их просто невозможно конечно в игре есть способ обмена но он донатный мы заходим в раздел создать выбираем вкладку обмен здесь выбираем тот предмет который вы хотите обменять и видим то что он стоит 990 донатной валюты таким образом если вы выбираете предмет на атаку то он автоматически становится на защиту и наоборот но я этим способом не пользуюсь потому что он донатные и ненужные предметы я убираю на склад впоследствии я их прокачаю и добавлю в коллекционную книгу ну который здесь называется кодекс а следующий способ получения если вы состоите в активном клане и у вас доступны экспедиции ваш глава клана каждую субботу может призывать босса и вот прям самого первого босса вы гарантированно получаете синюю бижутерию не клю на шею то есть я и уже получил поэтому она здесь не отображается но выглядит она вот таким вот образом вы получаете вот такой вот бижутерию первого грейда и конечно же в игре есть возможность получить предмет в обычном поле когда вы заходите на определенную карту открываете доступные предметы это те предметы которые падают в этой локации с мобов поэтому в принципе вам может повезти и вы ее выбить точно такая же история и с порталом и с рейдом в портале например волшебная площадь и безымянный пик и там и там с мобов можно выбить синий предмет но повторяю шанс очень маленький поэтому в основном все свои синие предметы вы будете получать только если они указаны в дропе при первом прохождении какого-то босса ну а теперь переходим к самому банальному способу которым вы будете пользоваться постоянно это создание определенные вещи самостоятельно в разделе создание снаряжения либо создание материала здесь мы выбираем тот самый предмет который нам нужен смотрим из каких резов он состоит и далее уже начинаем заниматься тем вопросом где же взять эти ресурсы я рассказываю чисто свой способ как это делаю я я запоминаю те предметы которые мне необходимы для создания определенного снаряжения и далее я перехожу в миссии и поручения и проверяю где можно вытащить эти предметы я нашел то что если мы убиваем прислужника край то то я забираю два вот таких вот предмета необходимых мне для крафта выполняю эту миссию если она легкая то соло если сложная то прошу помощи своих соклан закрывая миссию получают два предмета таким образом я собираю все возможные предметы и создаю себе синюю шмотку если вам не хватило ресурсов то вы можете их просто создать мы выбираем тот предмет который нам нужен выбираем создание переходим вот так вот в мастерскую и смотрим из чего он состоит например сейчас нам не хватает блесток эти блестки мы также можем получить за какую-нибудь миссия либо поручение выполнили забрали также эти блестки можно получить в портале заходим на волшебной площади или безымянный пик без разницы здесь открываем магазин находим ящик с блестками он здесь называется коробка блесток и дает он 50 блесток также блестки можно получить в клане вы просто просите своего главу клана чтобы в магазине он выставил вот такой вот сундук который называется маленькая коробка блесток он заходит регистрацию регистрирует нужное количество вы заходите в раздел купить и забираете себе этот сундук далее открываем его получаем блестки и мы получаем тот предмет который нам необходим далее опять заходим в раздел выбираем верх который нам нужен заходим создание движения все теперь нам все хватает создаем и получаем еще одну редкую сталь самое главное в игре это запомнить где брать ресурсы необходимые для крафта также советую заглядывать вот к такому торговцу с мелочевкой потому что у него тоже есть необходимые предметы для создания определенного снаряжения когда мне не хватает я закупаюсь перекрафчиваю их синие ну и соответственно таким образом я становлюсь все ближе и ближе к созданию синего предмета но обращайте внимание что здесь есть суточные лимиты вы не можете бесконечно скупать эти вещи каждый день в 17.00 по времени сервера у вас обновляются проходки в портал и в рейд здесь я хожу на волшебную площадь и фармлю мобов с которых очень хорошо падают синие предметы для создания синего снаряжения на ночь я оставляю своего персонажа на фарме дарк стила и при фарме дарк стила помимо того что вы получаете основной ресурс вам еще выпадают зеленые предметы для создания снаряжения из зеленых я делаю и синие предметы и их уже впоследствии использую для создания синего снаряжения также часто бывает ситуация что вам не хватает основного синего предмета, например, чешуя для создания снаряжения. Во-первых, их дают по квестам и при прохождении определенных боссов. При прохождении квестов или фарме мобов у вас выпадают вот такие вот редкие статуэтки синего дракона, которые лежат в разделе материал. Обязательно зайдите и посмотрите, сколько вы их нафармили, потому что эти статуэтки обмениваются опять-таки у этого NPC Дампео. Заходим в Создать, выбираем ящик синего дракона и здесь, конечно, вы можете обменять их и на блестки, и на редкую коробку эликсиров жизни, но я советую копить их по 30 штук и обменивать их на вот такой вот сундук, потому что именно этот сундук рандомно содержит один из трех основных предметов для создания синих вещей. Таким образом, вы получаете основной синий предмет. И последний совет, как только у вас появляется проходка в волшебную площадь или безымянный пик, который находится в портале, прямо в начальной локации, там есть NPC, у которых обмениваются предметы, которые фармятся именно в этих локациях, их можно поменять на ресурсы, необходимые опять-таки для создания снаряжения. В заключении видеоролика я хотел бы еще раз повторить свою мысль, как только вы поймете, откуда берутся ресурсы для создания синих предметов, вы будете создавать их каждый день, без каких-либо проблем. На самом деле, это очень-очень легко. Надеюсь, хоть какую-то информацию полезную вы в этом видеоролике узнали, и мы же с вами увидимся в следующих. Всем, друзья, удачи! Всем пока!